МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер проекта журнал Деткиц. Партнеры проекта студия оздоровительной гимнастики. Здравствуй, магазин женской одежды Филео. Здравствуйте! Вы смотрите самый очаровательный, познавательный и жизненно важный проект национального телевидения «Интересное положение». Это программа о беременности, родах и детях. Меня зовут Ольга Алексеева, и я об этом кое-что знаю. Знакомьтесь, это соведущий программы мой сын Михаил. Ему один год и четыре месяца. Он еще мало что говорит, но обещал мне во всем помогать. Эта программа полезна не только беременным женщинам, но и девушкам, планирующим завести детей. И тем, у кого это никак не получается. В чем причина неудач и как с ними бороться, расскажут специалисты центра «София». Для того, чтобы зачать здорового ребенка, необходимо тщательно планировать беременность, пройти все необходимые исследования и сдать анализы. Но результаты не всегда бывают положительными, и на это есть ряд причин. К нам обращаются молодые семейные пары с вопросом, как зачать здорового ребенка. И прежде всего определимся с терминологией, что такое бездетный брак, что такое бесплодие. Это когда супружеская пара живет регулярной половой жизнью, два года, и у них не наступает беременность. Первая причина – это нарушение менструального цикла. Чтобы определить вот эту причину нарушения менструального цикла, у нас здесь есть все условия, у нас определяют гормональный статус. То есть женщины сдают анализы на гормоны по определенным дням менструального цикла. Следующая причина бесплодия – это воспалительные заболевания женских половых органов, которые вызываются инфекцией, передающейся половым путем. Это редкая инфекция, это хламидия, мекоплазма, уреоплазма, цитомигаловирус, которые приводят к тому, что трубы запаиваются и приводят к следующей причине бесплодия – это спаечный процесс малого таза. Еще один важный этап планирования – выявить возможную причину невынашивания беременности. В центре Софии есть все необходимые условия для диагностики этой проблемы и ее устранения. В нашем центре производится акцентирование на проблемах так называемых тромбофилических наследственных нарушениях. Это генетические мутации, которые не приводят к физическим каким-то недомоганиям. Здесь нет психических нарушений, но здесь есть нарушения, которые проявляются и которые могут впервые проявляться только во время беременности. И это заключается именно в невынашивании. Что ж, проблемы есть, но и пути их решения тоже. Медицинский центр Софии находится по адресу улица Сверчкова, 11, корпус 1, телефон 430202. О том, что нужно делать, если ничего не помогает, я расскажу чуть позже. А сейчас вы узнаете, как выглядит подушка для беременных и для чего она нужна. Вот так выглядит подушка для беременных, так называемая. Она бывает из разных наполнителей. У меня она из вот таких вот горошков. Если потрогать, то вы почувствуете, что там пересыпаются маленькие-маленькие горошинки. Спать на ней очень удобно. Вот я советую всем беременным покупать именно вот с таким наполнителем, который пересыпается и может принимать любое положение вашего тела. Сейчас я покажу, как ей пользоваться. Все элементарно и просто. Берете подушечку, кладете так, как вам удобно. Я кладу одну ногу под подушку, другую на подушечку. Вот таким образом. Под голову вы можете сложить чуть побольше горошина. Распределяйте так, как вам удобно. Просто ложитесь вот так. Спокойной ночи. Я всем беременным советую купить такую подушку. Будет комфортно спать, вы забудете о болях в спине, да и после рождения малыша вам она пригодится. Она поможет в кормлении, вы не будете напрягать спину и руки, а также она станет поддерживающим приспособлением для вашего малыша во время сна и игр. Стоят такие подушки в пределах 2000 рублей. А теперь, как я и обещала, сюжет для тех девушек, бесплодие которых не лечится. Главное в такой ситуации не отчаиваться и делать все возможное, чтобы сбылась ваша мечта. Ведь дети – это такое счастье, поверьте. С бесплодием сталкивается каждая шестая семья Чувашии. Но не стоит отчаиваться. Методом ЭКО может воспользоваться любая пара. В этом году более 600 женщин получат ее бесплатно. Если же ожидание, в своей очереди, очень томительное, да и возраст немалый, деньги помогут решить вопрос. Стоимость платной услуги в нашей республике составит от 70 до 100 тысяч рублей. Здесь главное не медлить, иначе никакие деньги вам уже не помогут. Очень супругам жалеем, что раньше не обратились к специалистам. Сказывается, наверное, все-таки возраст, я думаю. Сейчас с мужем решаем вопрос об усыновлении. А теперь подробнее о процедуре. Суть экстракорпорального оплодотворения в том, что сперматозоиды встречаются с яйцеклетками не в организме женщины, а в пробирке. Когда образуется эмбрион, его пересаживают в матку, и дальнейшее развитие плода происходит уже в утробе. Эти клеточки помещаются в инкубатор, где поддерживается определенная температура, PH, СО2, температуру постоянно поддерживается одна и та же, сходная с организмом матери будущей. Мы смотрим, отбираем наиболее жизнеспособных. Но те эмбрионы, которые остаются, мы, конечно, про них не забываем. Мы их замораживаем. Замороженные эмбрионы могут лежать годами, десятилетиями, до того момента, когда женщина захочет родить еще одного ребенка. Вообще дети с пробирки часто появляются на свет не одни. Чтобы увеличить вероятность рождения малыша, вводят сразу два эмбриона. Из четырех на свет появляется двойня. За 20 лет существования метода ЭКО в республике родились около 2000 детей. Правильное питание будущей мамы – еще один важный фактор здоровой беременности. Без чего не обойтись и от чего лучше отказаться, вы узнаете прямо сейчас. Миша, держи, держи. Держи. Второй триместр – это самое спокойное и прекрасное время беременности. Возвращается аппетит и очень легко набрать лишние килограммы. Поэтому лучше отказаться от сала, жареной пищи, любого фастфуда. Белый хлеб заменить на черный. Из сладостей отдать предпочтение мармеладу, зефиру, халве и сухофруктам. Если же вам трудно разобраться в том, что хорошо, а что плохо, посещайте школу беременных. Пусть вам все подробно расскажут и на пальцах покажут. В школе беременных учат правильно готовиться к родам, вести себя во время и после родов. Будущие родители узнают о разных периодах беременности, как подготовить свое тело и дух к родам. Инструкторы научат, как полноценно питаться, очистить свой организм, грамотно выполнять специальные физические упражнения. К нам приходят разнообразные специалисты. Акушер-гинеколог, психолог, йога для беременных. Каждое занятие предусматривает определенную дыхательную гимнастику, подготовку женщины к родам. Да, и причем мы очень плотно работаем именно с сознанием женщины, для того, чтобы она прониклась и понимала, как она должна вести себя в родах. Я, например, нося Мишу под сердцем. И в школу беременных ходила, и специальную гимнастику делала. И бассейн не пропускала. А для чего все это нужно, вы узнаете прямо сейчас. Всем привет еще раз. Мы пришли в студию оздоровительной гимнастики «Здравствуй». Сегодня мне обещали показать и рассказать, что такое йога для беременных. Давайте посмотрим. Ой, здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Хорошо, что вы собрались и пришли посвятить себе время. Замечательно. Ну, мы сегодня с Ольгой будем заниматься гимнастикой для беременных. Здорово. Да. Что делать? Оля, вообще мы начинаем все занятия для беременных. Для беременных и не для беременных. Очень хорошо дышать. Садимся так, как нам удобно. Практика для беременных, она совершенно отличается в различные фазы беременности. Для удобства распределяют на первый, второй, третий этапы беременность. И практика дыхания, она необходима уже в первой фазе. Если мы научимся дышать, мы избежим очень много проблем. И сейчас мы попробуем положить ладошки на ребра. Спокойный глубокий вдох. На вдохе мы будем раздвигать ребра. Спокойный глубокий вдох. Ребра открываются. И мягко вниз. Хорошо, благодарю. Вообще способность женщины к родам зависит от ее способности наклон... Работаем, работаем, Олюшка. Это я рассказываю. Насколько женщине удобно наклоняться вниз с раздвинутыми ногами. Следующий этап, в чем нужна абсолютная необходимость есть у беременной женщины, это поднять венозный отток, улучшить венозный отток от ног. Кровушка уходит опять к области ребер. Мягкий вдох, дышим спокойно, глубоко. Отпускаем все напряжение. И в этом положении от трех до пяти минут можно лежать. Дальше садимся и дышим. Дышим, дышим. И слушаем. Через голосовую щель мы слушаем тот воздух, который мы вдыхаем. Мышцы просят мозг, ты меня расслабь. Он говорит, да пожалуйста, вот, вот, дыши. Отпускай все напряжение. Все прекрасно. Выдыхаем через открытую голосовую щель. Учимся себя правильно вести в момент родов, помогать нашему малышочку. Очень эффективно гамак для более глубокого раскрытия суставно-связочного аппарата и для того, чтобы лучше, приятнее было релаксировать. В гамаке тоже можно выполнять упражнение кегель, но только после того, когда мы расслабим, снизим внутрибрюшное давление, снизим напряжение матки. Дорогие друзья, я приглашаю вас стать друзьями студии «Здравствуй». Приходите, мы найдем для вас тоже занятия. Грамотно, профессионально. Дорогие беремушки, не ленитесь. Уделяйте время себе и своему малышу. В студию «Здравствуй» вы можете ходить всей семьей. Там найдут чем занять и бабушек, и ваших детей. Студия «Здравствуй» – это оздоровительная гимнастика. Простые и естественные методы движения и дыхательные практики успешно корректируют состояние организма. Основная концепция занятий – не навреди. Специальный курс с элементами йога-терапии направлен на решение проблем с позвоночником, суставами, помогает улучшить функции внутренних органов. Занятия спланированы так, чтобы физическая нагрузка была умеренной и максимально полезной для здоровья. При системном выполнении грамотно отстроенных физических упражнений, эта гимнастика становится альтернативой таблеткам и уколам. Единственное противопоказание – лень. Любите себя, не ленитесь, посвящайте время своему здоровью. Направление работы студии. Программа «Растем здоровыми». Гимнастика в гамаках. Суставная гимнастика. Йога-терапия репродуктивной системы. Программа «Здоровая спина». Дорогие будущие мамочки, в Чебоксарах впервые пройдет конкурс красоты для беременных «Я буду мамой». Участницам предстоит доказать, что они ведут здоровый образ жизни, психологически готовы к рождению ребенка, обладают хорошими манерами и неповторимо красивы. Есть в природе знак, святой и вещь, ярко обозначен в веках, самое прекрасное из женщин, женщин с ребенком на руках. Мероприятие пройдет 28 ноября в 12 часов дня на втором этаже торгового развлекательного центра «Мадагаскар». Организатор конкурса – сеть магазинов «Буду мамой». Участниц ждут подарки от спонсоров, а зрителей – шоу-программа и розыгрыш призов. Бесплатные пригласительные билеты можно получить в магазине «Буду мамой». Самую привлекательную и обаятельную будущую мамочку выберут и в рамках нашего проекта. Присылайте свои фотографии на адрес, который вы видите на экране. По истечении месяца победительница голосования, беременная очаровашка, примет участие в нашей программе. На этом наше время вышло, я с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья и интересного положения. Всем пока! Пока, скажи! Пока! А теперь, как и обещала, сюжет для тех, кто хочет завести детей, но у них не получится. Для тех, девушек, которые не лечатся. Главное – кустяться, не отчаться, делать все возможное, чтобы сбылась ваша мечта. Да, отнеси, тетя, отнеси. Ай-яй! Смотри на тетю! Ай-яй!